133 года назад на заседании с собранным городским головой Григорием Морозли в честь дня рождения Пушкина прозвучала идея увековечить память поэта в нашем городе. Спустя 8 лет, в 1888 году, монумент был установлен на своем нынешнем месте. Это второй памятник в Российской империи. Самый первый был установлен в 1880 году в Москве. Ныне эта площадь носит название Пушкинская, что собственно логично. А второй памятник появился у нас. Но наш памятник особенный, потому что по портретному сходству с оригиналом, то есть с Пушкиным, наш самый правдоподобный, более всего приближенный к настоящему. На этот памятник из городского бюджета не было выделено ни копейки. Одесситы сами собирали средства на сооружение монумента. Именно поэтому он установлен лицом к Приморскому бульвару, любимому месту отдыха одесситов. С обратной стороны на мантии у него выгравировано Жозефина Полонска. То есть Же Полонска. Это был скульптор, который сделал этот самый памятник. Но иногда тоже на экскурсиях рассказывают, что это не просто был скульптор, а там вот какие-то такие чудодейственные истории. Но это просто скульптор. Тем не менее, и без Жозефины Полонской любовных историй в жизни Пушкина было предостаточно. Всем известно, умер поэт от ранений, полученных на дуэли за честь возлюбленной. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Спустя столько лет одесситы все еще помнят и почитают великого поэта. Правда, делают это по-своему. Интересно, а как великий поэт написал бы о нынешних женщинах? Дамы, господа, других не вижу. Здесь блеск и циск и общество прелестное. Но женщины-одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Вадим Шпаченко, Эдуард Шендерович, Новая Одесса.